Пока существуют проблемы с оплатой подписки, рекомендую вам поиграть на бесплатном сервере WoW Sirus. Огромное разнообразие рас и классов, новые локации, задания и боссы, которых никогда не было на официалке, постоянное обновление и стабильно онлайн больше 20 тысяч человек. Благодаря проекту Sirus каждый из вас может начать свои похождения в Азероте быстро и совершенно бесплатно. Ссылка в описании. Переходи, регистрируйся и становись настоящим героем вселенной Warcraft. Никто не ожидал от Братства Справедливости такой дерзости. Тем более, что после нападения Легиона от них почти не было вестей. Украденный артефакт. Боюсь и подумать, для чего он им понадобился. Надо действовать быстро. Сюда. Приготовься, и я позову нашего осведомителя. Надеюсь, наша гостья не слишком тебя удивила. Лишь немногие знают, что она не погибла в мертвых копьях. Так просто меня не убить. А, хваленый герой. Вот мы и встретились. Ванесса. Не бойся, я просто дурачусь. В ходе последнего вторжения Легиона, Ванесса состояла в тайном Ордене, помогавшем защищать наш мир. А потом Братство залегло на дно. Ванесса, зачем твои агенты выкрали амулет пламени дракона из нашей крепости? Что-что? Если хочешь повесить на меня мокрое дело, хотя бы придумай что-то вразумительное. После Третьей войны, маршал Реджинальд Виндзор начал подозревать, что в Штормграде затаилось зло. Он знал, это не просто смятение, а измена, интриги продажных вельмож, возникновение Братства Справедливости. В конце концов, он раскрыл масштабный заговор, возникший в священных залах самой крепости Штормград. В тот день, маршал бросил вызов самой влиятельной особе в Штормграде, леди Катрани Престор. Видя, что ее заговор раскрыл, она напала, и видит свой истинный облик. Аниксии, дочери Смертокрыла. Виндзор отдал свою жизнь за освобождение Штормграда, вырвав его из лап Аниксии. Драконица сбежала, и мы обнаружили амулет, с помощью которого она подчиняла себе людей. Опасаясь, что в нем сохранилась сила Аниксии, амулет поместили под замок и со временем забыли о нем. Но час пришел. Послушай, Ванесса, нельзя исключать возможность, что кто-то в братстве действует без твоего ведома. Я и правда давно не возвращалась. Быть может, ребята устали сидеть без дела. В амулете сохранилась сила Аниксии. Он все так же подчиняет умы. Кто знает, что породит эта сила? Бунт? Гражданскую войну? Беспринципный аристократ? В Штормграде? Какая неожиданность. Благородные дома во многом изменились с тех пор, как Андуин взошел на трон. Я лично следил за борьбой с коррупцией. Как видишь, этого было мало. О чем только думал отец? Здесь настоящий бардак. Какая тут может быть прибыль? Да? Я буду здесь. Это не твоего умодела! Эй, прекрати! Что на тебя нашло? Мы служим твоему отцу, а не тебе. Проклятие! Я знала, что здесь что-то не так! Давай выбираться отсюда! Спасибо за труд. Я бы тебе только помешала. Так, а это у нас кто? Сесилия Примроуз Клессингтон II к твоим услугам. Так что случилось с амулетом Пламени Дракона? Я должна была догадаться. Отец послал меня сюда, чтобы я не мешалась. Он годами твердил про амулет Пламени Дракона, о том, что вернет семье былую честь. Я пыталась его образумить, но он не слушал. Порой его навязчивые идеи меня пугают. Если амулет украли, то наверняка по его приказу. Полагаю, он взял его в Лунаречье, куда отправился по важному делу. Назвала меня заложницей? Стой, ты ведь... Ванесса Ван Клифф, глава Братства Справедливости. К твоим услугам. Ох. Смотри-ка, здесь тоже шныряют агенты Клессингтона. Я и не знала, что он стольких завербовал. Ничего не понимаю. Где мои ребята? Где братство? Прости, что не сказал раньше Ванесса. Я знал твоего отца. Очень давно еще ребенком. Мы даже были друзьями. Знаю. Он мне говорил. Ты отверг его, и он тебя возненавидел. У Эдвина всегда был пылкий нрав. Но раньше в нем не было такой злобы. Он совершал добрые и невероятно щедрые поступки. Надеюсь, пока он был с тобой, эта доброта еще жила в нем. В детстве мне казалось, что будь я хоть чуточку сильнее, я бы заслужила эту доброту. Но когда по твоему приказу его убили, я навсегда лишилась этого шанса. Шанса доказать ему, что я достойна. Ребенок не должен бороться за доброту родителей. Ты не должна ничего доказывать, Ванесса. Ах, запах сена и коровьего навоза. Столько воспоминаний. Тебе, пожалуй, тоже давно не приходилось здесь бывать. Но видеть это место глазами участника братства – совсем другое. Мой отец вел братство справедливости путем разбоя и мести. Я возглавила братство, чтобы свергнуть гнилую власть, которая о нас забыла. То есть мне так казалось. Но я была не лучше. Я подвела народ западного края. Нам не нужны жалкие подачки. Братство каменщиков заслужило каждую монету в казне Штормграда. И Клессингтон приведет нас к ней. Дункан, никакой ты не каменщик. Ты вступил в братство, чтобы воровать. А, явилась наконец-то, Ван Клифф. Да еще и с городской шавкой. Видите, братья? Останемся с ней, и все станем рабами Штормграда. Собираемся в Североземье. Вместе мы захватим Штормград. За справедливость! Амулет! Братство обернулось против меня. Клессингтон и Дункан Редсбан поведут его на Североземье, а затем на Штормград. Североземье? Там одни новобранцы, им не выстоять. Возможно, пользы от меня мало, но я хочу отправиться с вами в Североземье и помешать отцу. Постой! Мы с тобой, Ванесса. Мы вступили в братство не за тем, чтобы красть у невинных. Если другие пойдут за Дунканом только ради разбоя, мы их поддерживать не станем. Мы всегда балансировали на грани добра и зла. Спасибо вам. Возвращайтесь к семьям. Это уже не ваш бой. Мы защитим западный край от заговора в Штормграде. И сделаем это, как подобает. Спасибо тебе, Хоуп. Меня очень давно не называли этим именем. Клессингтон применил амулет в лунаречье. Эта вещь полна жажды, власти и хаоса. Отец собирается разжечь мятеж и устранить политических противников. Он говорил об этом плане годами, но я не думала, что он действительно его осуществит. Сейчас мы осознаем, что это он за всем стоит. Но вдруг сила амулета заставит нас забыть? Вдруг граф внушит нам, что его дело правое. Надо ему помешать. Хватит, отец! Неужели власть стоит таких страданий? Ты никогда не понимала, Сесилия? Аниксия пообещала нашему роду власть. Мы достойны править. Я ждал слишком долго. Это королевство будет моим. Узрите силу Аниксии! Нет! Я не могу пасть! Аниксия обещала мне большие! Отец! Сила будет твоей! Постой! Что-то не так! Ванесса! Все-таки заметил подмену? Даже не думай, что я оставлю такую вещь в Штормграде! Амулет пламени дракона останется у меня! Не так быстро, Аван Клифф! Отдай его! Следи за теней! Что? Что происходит? Я подарю тебе власть! Просто согласись! Перед ней не устоишь! Убей их! Присвой ее! Это Аниксия! Ее тень нависла над Амулетом! Над нами! Мертвая драконница думает, что сможет мною помыкать? Ну уж нет! Дало эту никчемную безделушку! Сила поглотит все! Прими ее! Твоя сила угасла, змея! Больше о тебе никто не вспомнит! Что за злой рок? Неужели нам придется вечно становиться пешками неведомых сил? И каждый раз оказываться сильнее! Твой отец погиб у тебя на глазах! Если бы не мы... Да! Но он сам выбрал путь зла! В его смерти виноват только он! И я не собираюсь идти по его стопам! По стопам отца! Думаю, и мне пора избрать свой путь! А не отцовский! В ШРУ пригодился бы такой блестящий агент, как ты! И не мечтай, Шоу! В прошлом... Меня охватила жажда отмщения! Но я всегда хотела помочь западному краю! А что? Хоуп Сальден давненько не раздавала голодным миски с похлебкой! Ты не против, если я составлю ей компанию? Народ Штормграда! Восславим деяние героя, защитившего наш славный город от множества врагов! За проявленную доблесть назначаем героя львиным стражам, защитникам Штормграда и его граждан! Встань, лев Штормграда! Да хранит тебя свет! АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok